Владимир Ильич Ленин. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Предисловие к первому изданию. Вопрос о государстве приобретает в настоящее время особенную важность и в теоретическом, и в практически политическом отношениях. Империалистическая война чрезвычайно ускорила и обострила процесс превращения монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм. Чудовищное угнетение трудящихся масс государством, которое теснее и теснее сливается с всесильными союзами капиталистов, становится все чудовищнее. Передовые страны превращаются, мы говорим о тыле их, в военно-каторжные тюрьмы для рабочих. Неслыханные ужасы и бедствия затягивающейся войны делают положение масс невыносимым, усиливают возмущение их. Явно нарастает международная пролетарская революция. Вопрос об отношении ее к государству приобретает практическое значение. Накопленные десятилетиями сравнительно мирного развития элементы оппортунизма создали господствующее в официальных социалистических партиях всего мира течение социалшовинизма. Это течение Плеханов, Потресов, Брешковская, Рубанович, затем в чуточку прикрытой форме господа Церетели, Чернов и Компания в России, Шейдеман, Легин, Давид и прочие в Германии, Ринадель, Гетт, Вандервельт во Франции и Бельгии, Гайндман и Фабианцы в Англии и т.д. и т.д. Социализм на словах, шовинизм на деле. Отличается подлым лакейским приспособлением вождей социализма к интересам не только своей национальной буржуазии, но именно своего государства, ибо большинство так называемых великих держав давно эксплуатирует и порабощает целый ряд мелких и слабых народностей. А империалистическая война является как раз войной за раздел и передел этого рода добычи. Борьба за высвобождение трудящихся масс из-под влияния буржуазии вообще и империалистской буржуазии в особенности невозможно без борьбы с оппортунистическими предрассудками насчет государства. Мы рассматриваем сначала учения Маркса и Энгельса о государстве, останавливаясь особенно подробно на забытых или подвергшихся оппортунистическому искажению сторонах этого учения. Мы разберем затем специально главного представителя этих искажений, Карла Кауцкого, наиболее известного вождя Второго интернационала 1889-1914 годы, который потерпел такое жалкое банкротство во время настоящей войны. Мы подведем, наконец, главные итоги опыта русских революций 1905 и особенно 1917 года. Это последнее, видимо, заканчивает в настоящее время, начало августа 1917 года, первую полосу своего развития. Но вся эта революция вообще может быть понята лишь как одно из звеньев в цепи социалистических пролетарских революций, вызываемых империалистской войной. Вопрос об отношении социалистической революции пролетариата к государству приобретает таким образом не только практически политическое значение, но и самое злободневное значение, как вопрос о разъяснении массам того, что они должны будут делать для своего освобождения от иго-капитала в ближайшем будущем. Автор. Август 1917 года. Предисловие ко второму изданию. Настоящее второе издание печатается почти без перемен. Добавлен только параграф 3 главе 11. Автор. Москва. 17 декабря 1918 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова